Всем привет! Ранее я показывал самодельную систему водяного охлаждения процессора, а также влияние водки и изопропилового спирта на эффективность теплоотвода. Здесь я хочу рассмотреть, как окажет влияние элемент Пельтье, называемый также как термоэлектрический преобразователь на жидкостное охлаждение. В данном случае его я установил между кулером и алюминиевым радиатором, находящимися вне корпуса системного блока. При этом, нанеся термопасту. Соответственно поверхность элемента Пельтье, соприкасаемая с располагаемым внизу радиатором, выделяет тепло, а верхний охлаждает кулер. Термопребразователь я запитал от основной шины блока питания, взяв с него 3,3 вольта. После чего, запустив циркуляцию воды и включив компьютер, в операционной системе с помощью программы оси сети посмотрим на изменение температуры в ходе теста. На начальном этапе средняя температура составила чуть больше 33 градусов. Спустя 10 минут она достигла порядка 48, а максимальная 63. Теперь, запитав элемент Пельтье от 5 вольт, проверим как это повлияет на охлаждение системы. В таком случае, в момент запуска теста, средняя температура составила около 34 градусов, а через 10 минут порядка 47, тогда как максимальная 62. Если сопоставить изменение средней температуры как без использования элемента Пельтье, так и с ним, то можно видеть, что с ростом прикладываемого напряжения на преобразователь температура уменьшается. В силу того, что радиатор нагревается от термопреобразователя, попробую его охладить вентилятором 80 на 80 миллиметров и посмотрим изменит ли это что-либо. Установив его снизу и запитав от блока питания, в очередной раз я провел измерение температуры. Таким образом, при подаче 5 вольт на элемент Пельтье эффективность системы охлаждения увеличилась на 4 градуса, а при 3,3 изменения оказались незначительными. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети!